Ну и перенесемся на запад Украины. Ежегодно Ужгород принимает тысячи туристов именно весной, в то время, когда расцветают сакуры. В этом году людей не меньше. Город принял тысячи беженцев из Донецкой области, Харькова, Киева и других городов. Цветение знаменитых японских вишневых деревьев видели и наши корреспонденты. Нежно-розовые, пушистые, без аромата, но радуют глаз. Я просто хожу и любуюсь. Увидеть ужгородские сакуры ежегодно приезжают тысячи туристов. Николай в Ужгороде вынужденный переселенец. Мужчина из Покловска. Говорит, хотел бы наслаждаться цветением деревьев, но... Все равно красота ваша воспринимается не так хорошо, когда там душа. За цветением сакур горожане в этом году наблюдают подзвуки тревожной сирены. А вот на Татьяну из Славянска красота деревьев действует успокоительно. Сакуры видит впервые. Женщина не планировала посещать Ужгород, но российские оккупанты решили иначе. Теперь здесь у женщины временный дом. Валентина местная, но уже много лет живет в Эстонии. Там вышла замуж, родила двоих детей. Однако ежегодно приезжает на родину, чтобы сделать семейное фото именно возле этой сакуры. И война не стала преградой. Война, я знаю, но война у нас с 2014 года. Страха нет. Страшно тем, кто выезжает. Они не знают, куда они едут и от чего убегают. Сейчас, говорит женщина, сакура особенно прекрасна. Для нее она символ надежды. Надежды на мирное, светлое будущее Украины. Вот сакуры цветут и радуемся. Весна пришла и надеемся на скорую победу. Все будет Украина. Японская вишня в Ужгороде появилась еще в 1923 году. Деревья пережили Вторую мировую войну. Жительница Славянска Татьяна верит, что скоро будет праздновать победу под сенью цветущих сакур. А саженец дерева обязательно повезет с собой в мирный украинский Славянск.